МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ульяновская область вновь присоединилась к всероссийской акции «Добро в село». После годового перерыва из-за пандемии 1 апреля десант из узких специалистов, волонтеров, медиков и работников Центра общественного здоровья высадился в селе Шиловка Сингелеевского района. Подробно об акции и дне приема в материале Ренаты Алиуловой. Обычно в Шиловском фельдшерско-акушерском пункте не так многолюдно. В день здесь принимают до 20 человек. Но сегодня почти каждый приходит по записи. В ФАП приехали специалисты областного Центра общественного здоровья и узкопрофильные врачи из Сингелеевской районной больницы. А также волонтеры-медики. Приезд докторов приурочен к всероссийской акции «Добро в село». Вообще этот проект «Добро в село» у нас в области работает в третий год. Цель вообще этого проекта в том, чтобы приблизить медицинскую помощь к населению на территории. Потому что, ну, к сожалению, население у нас возрастное, здесь в том числе в сельской местности. И это очень востребованный. Вот такой момент, вот такой проект очень востребованный. Проект условно включает в себя три блока. Первый – медицинский. Когда специалисты выезжают в район и обслуживают местное население, чтобы выяснить, кому и что грозит. В зоне внимания, как правило, пенсионеры. Прием ведут врач-терапевт, невролог, окулист, кардиолог, эндокринолог. Второй блок – образовательный. Это то есть проведение бесед, индивидуальных бесед с пациентом, с населением о ведении здорового образа жизни. Ну, возможно, где-то обучение элементам первой помощи, элементам скандинавской ходьбы. Тоже мы очень это продвигаем. Это образовательный блок. И немедицинский блок тоже прорабатывает волонтеры-медики. То есть это уборка территории перед ФАПом, ну, где-то какие-то мелкие работы на ФАПе. Медицинский блок проекта также включает подымовой обход, приемы, консультации волонтеров-медиков. Специалисты работают в селе целый день и обслуживают в час около 10 человек. У меня все нормально, но есть люди, которые не ходят, которые плохо ходят, и для них это палочка-выручалочка. Хорошо, что приезжает вот эта программа, специалистов много, это очень хорошо. Проводить сатурацию, термометрию, измерять давление к жителям Шиловки и Зульяновска приехал Суканто Саха. Врач-серапевт родом из Бангладеша, вот уже 30 лет живет в России, в частности, на родине Ленина и лечит местных пациентов. Доктор хорошо владеет русским языком, говорит, осмотр не требует лишних слов. Медицинские термины пациентам ни к чему, главное – правильно поставить диагноз. Терапевт признается, что охотно поддерживает подобные акции, любит ездить в районы. Я люблю поехать в районы, в село, там люди более добрые, и они нуждаются, понимаете? Их не надо лечить, с ними надо просто беседовать, бесслушивать, чуть-чуть добрые слова говорить, и они уже доволен, понимаете? Они отличаются от городских. После осмотра в ФАПе наш врач-серапевт и волонтеры-медики отправляются на подымовой обход. Первая на очереди – 82-летняя Галина Фёдоровна Шишкова, инвалид второй группы, блокадница Ленинграда. Вы вообще качеством-то довольны? Я слышала, аптеки нет у вас, да? Аптеки нет. А так-то, конечно. Ложите, ложите. А так, конечно, что тут? Ну, позову, приходят. А не зовёшь, ведь помимо меня ещё люди есть. А как вы лекарства получаете? У вас же госаптека, если вы… Аптеки нет, у меня сын в Ульяновске живёт. Ему звоню. У нас всё время была аптека, это вот года два или три, как закрыли. Аптека необходима, понимаете? Вот я не могу поехать в Сенгелеи. Акция «Добру в село» в этом году пройдёт вплоть до 31 октября. Следующий пункт назначения – село Абрамов Камайнского района. За три года «Добра» обследовано более 700 жителей сёл. Рината Алиулова, Александр Кудряшов, Улправда ТВ из Сенгелеевского района. 1 апреля в регионе начался весенний призыв. В этом сезоне вызову подлежит 6,5 тысячи молодых людей. После медицинского освидетельствования будет определена категория годности к военной службе. И после изучения всех документов, представленных призывниками, будет принято решение о призыве, об освобождении или предоставлении отсрочки от призыва. По предварительному заданию более 1 тысячи призывников будут направлены для прохождения военной службы войска. И служить нашим призывникам предстоит во всех видах и родах вооружённых сил, в том числе и в войсках Национальной гвардии. Пять призывников, подавших заявление в ходе весеннего призыва, будут проходить альтернативную гражданскую службу. Призывникам, имеющим высшее и среднее профессиональное образование, как и ранее, будет представлено право выбора прохождения военной службы по призыву в течение 12 месяцев или по контракту в течение двух лет. Отправки призывников со сборного пункта планируются с 15 апреля. На станции водоподготовки Ульяновскводоканала строит магистральный водовод до посёлка Октябрьский Чердоклинского района. На каком этапе сейчас находятся ремонтные работы и как скоро чистая вода поступит в дома жителей? В репортаже Алины Тихоновой. Проблема с водой у жителей Чердоклинского района была много лет. Жители посёлка Октябрьский страдают от низкого качества жизненно необходимого продукта. Здоровье ульяновцев уже долгое время находится в подвешенном состоянии. С началом дачного сезона забор воды увеличивается, что сказывается на её количестве. Бывало и такое, что население посёлка оставалось оторванным от того, без чего невозможно существование. Вода подаётся, но качество воды не соответствует тем ожиданиям, которые хотят населения. Потому что вода содержит очень большое количество железа, и пить её не очень приятно, как сказать. Для устранения всех этих проблем было принято решение построить объекты водоснабжения в Чердоклинском районе и провести магистраль до посёлка. Работы ведутся по проекту «Чистая вода» нацпроекта «Экология». Основная цель проекта – обеспечить 98% населения Ульяновской области качественной питьевой водой из централизованных источников. Общий объём финансирования, направленный на реализацию задуманного, составил более 400 миллионов рублей из федерального и регионального бюджетов. Мы знаем, что вода на левом берегу города Ульяновска – одна из самых чистых по Волжье. И реализация данного проекта позволит довести именно тот эталон воды до Чердоклинского района. Мы приступили к реализации проекта в 2020 году. В 2020 году это была реконструкция трёх скважин. На фильтровальной станции Ульяновского водоканала активно ведётся монтаж трубопроводов и развязки четырёх новых высокопроизводительных и энергоэффективных насосов. Их проложат отдельной веткой, по которой питьевая вода будет поступать в необходимом количестве в дома Чердоклинского района. За станцией уже проложено несколько километров труб. В будущем за счёт установленных современных агрегатов экономия электроэнергии в домах сможет значительно увеличиться. Завершить этот этап работы по плану должны в июле 2022 года. Я, честно говоря, не думаю, что будут какие-то сложности в обслуживании этого водопровода, потому что самые современные технологии, самые современные оборудования и самые современные материалы используются. В ближайшее время планируют завершить разработку проектной документации на третий, последний этап – строительство водовода от посёлка Октябрьский до посёлков Мирный и Чердоклы. Таким образом, качественную питьевую воду получат 20 тысяч жителей Ульяновской области. Алина Тихонова, Даниил Сурков, Управды ТВ. В Ульяновске сортовал конкурс по полевой выучке «Снайперский рубеж». Торжественное открытие прошло на территории Ульяновского десантно-штурмового соединения. Всего в конкурсе принимают участие около ста военнослужащих в составе команд в дивизионах «Армейский снайпер» и «Профессионал», представляющих все соединения воинские части и учреждения ВДВ. Состязания проводятся в четыре этапа. В индивидуальном зачёте определяют лучшего снайпера. В парном зачёте – лучшая снайперская пара. В ходе третьего этапа конкурса «Командный зачёт» будет определена наиболее слаженная команда. Четвёртый этап проводится для определения наиболее быстрой и меткой команды конкурса. Полиция поймала ульяновских любителей катания на крыше трамвая. В конце марта в интернете появилось видео, на котором двое парней передвигались по крыше транспорта. Залезли на крышу остановки на Камышинской, перепрыгнули на трамвай и проехали одну остановку. Нарушителями оказались 17- и 18-летние жители города. Цель не было, куда ехать была, а просто цель именно прокатиться на крыше. На самом деле на тот момент думал, но всё-таки хотелось получить эмоции, и на тот момент это было для меня важнее. В настоящее время в отношении молодых людей составлены административные протоколы по статье 12.29 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Это нарушение правил дорожного движения пешеходам или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения. В Международный день птиц министр природы и цикличной экономики Гульнара Рахматульна ознакомилась с условиями содержания пациентов в Центре спасения диких животных. День птиц в нашей стране отмечают с 1926 года. Одна из традиций этого праздника – помогать пернатым. Подробности посещения у Павла Полового. Министр природы и цикличной экономики Гульнара Рахматулина в дар от ведомства в Международный день птиц привезла корм в Центр спасения диких животных. Основными пациентами Центра являются птицы-хищники. Тем не менее, два мешка злаков пришлись очень кстати. На территории Ульяновской области министерство совместно с волонтерским движением ЭК-Армия проводит ежегодные мероприятия по развешиванию кормушек. Это первое. Второе. Мы проводим тематические площадки среди школьников, студентов. Ведь мы понимаем, что проводя эти тематические площадки, мы в первую очередь привлекаем и призываем жителей Ульяновской области неравнодушно относиться к окружающей среде. Сегодня в Центре содержится несколько десятков птиц, многие из которых хищники. Руководитель Центра рассказал, что диким животным найти корм сложнее. Ведь если сову, например, кормить только магазинной курятиной, она погибнет. И дело тут не в какой-то особенной неестественности мяса. Дело в том, что хищники поедают добычу вместе с перьями, которые выступают в роли абсорбента. И его не заменят никакие лекарственные препараты. Вообще птиц здесь стараются после лечения выпускать. Однако это не всегда возможно. Все птицы у нас, получившие какую-либо травму, либо по причине столкновения с человеком, либо по каким-то другим причинам. И те птицы, которые не подлежат выпуску обратно в природу. Все остальные, которые вылечились, которые восстановились, мы их всех уже отпустили. Однако есть и те, кто вследствие травмы не сможет выжить в дикой природе. Это раненые любителями пострелять солнечные орлы, орла на белохвосты, сбитые машинами филины. У старых птиц, как и у пожилых людей, плохо срастаются кости. Центр располагается в Парке Победы. И если вы захотите помочь кормам для хищников, прежде чем закупать мясо, сначала обратитесь к сотрудникам. Ведь хищникам далеко не все подойдет из того, что может предложить рынок. Павел Половов, Герман Баранов, Управда ТВ. Вокал-терапия, хореография и живопись. Пенсия – не повод сидеть дома. В Ульяновске здоровый образ жизни очень популярен среди представителей серебряного возраста. Чтобы поддержать положительную тенденцию, в регионе работают центры активного долголетия. Сегодня их насчитывается около 230. В одном из них побывала наша съемочная группа. Говорят, что два билетка родом, на плечах моих шелковый плодок. Ведь зеленцы рапа не горят, а потом не с удача пусть говорят. Их девиз в классе – никаких разговоров о болезнях и старости. В центре активного долголетия на Гоголя-32 пенсионеры вновь могут почувствовать себя молодыми, полными силой энергии. Активисты 50 плюс могут дать фору молодым. Для любителей физкультуры – скандинавская ходьба и йога. Для ценителей искусства – уроки живописи. А для поклонников вокального творчества – хоровое пение. Как говорят преподаватели, музыка не только лечит, но и укрепляет ментальное здоровье. Укрепляет дыхание, мы укрепляем свой организм. Если физические упражнения укрепляют наше физическое тело, то вот такие песенные упражнения укрепляют дух человека, создают замечательное настроение. А если у человека хорошее настроение, то и здоровье хорошее. Настроение здесь поднимают и танцы. Преподает их Наталья Юрьевна, которой в свое время сделали тяжелую операцию. Сегодня ее можно назвать «железная леди» в прямом и переносном смысле. Вот только женщина не отчаивается, а наоборот пытается зарядить своим позитивом окружающих. У меня заменен весь правый бок. У меня заменен не только полностью чашечка, в общем, весь таз. У меня здесь все железо, шурупы железные эти. И все удивляются, как ты с таким заболеванием и танцуешь. Ну, когда я лежала в больнице, я думала, надо встать. Я не встану, за мной некому будет ухаживать. Я уже думала про дом престарелых, мне говорят, вам быть еще выделим. Но я начала двигаться, я начала ходить, у меня боли стали уходить. И как-то вот мой сустав, он сжился с моим телом. Людей с самыми разными интересами здесь объединяет одно – непреодолимое желание жить. Для себя активисты отмечают создание таких центров – просто спасение от рутины и одиночества. Вы знаете, вот когда смотришь на лиц пожилого возраста, то видишь, в общем-то, чем старше, тем грустнее глаза. Грустнее глаза. И, наверное, это от того, что мы все боимся старости. И она должна быть красивой. И я думаю, что одно из этих понятий, что создать нужно ЦАДы именно для того, чтобы люди чувствовали себя комфортно. И у нас в ЦАДе просто великолепно для этого созданы все условия, на любой вкус занятия. Ульяновская область – одна из немногих, где открыты центры активного долголетия. Их в регионе 230. По предложению губернатора, в них созданы максимально комфортные условия. Приятные оттенки стен, необходимая техника. Здесь у нас полгода шел ремонт. Я практически была прорабом. Ну и вот в сентябре месяце, 26 сентября, у нас произошло открытие после ремонта вот этого помещения. На тот момент у нас было 49 человек. 25 января этого года сняли все ограничения, и народ у нас пошел. На сегодняшний день у нас уже 126 человек. Создание комфортных условий для пенсионеров обсудили на заседании общественной палаты, где отчет о работе ведомства представила первый зампред правительства Екатерина Уба. К уже законным центрам активного долголетия добавилась новая форма предоставления услуги – мобильные бригады. 17 автомобилей для этого было специально отправлено, для того, чтобы приезжать и на дому смотреть на граждан старше 65 лет, проживающих в сельской местности. И мы видим, что в 21 муниципальном образовании было проехано 466 населенных пунктов за год. Это 50% от всех, которые имеются. За два года 100% покрыли. Уточнить адрес ближайшего центра активного долголетия можно по единому телефону – 8 800 350 46 46. А работают учреждения по национальному проекту «Демография», инициированным президентом Российской Федерации. Александра Никитина и Юрий Ломатов. Уллправда ТВ. В Ульяновске стартовали первые в истории нашего региона детские дельфийские игры. Они будут проходить на территории нашей области с апреля по июнь текущего года по номинациям «Инструментальное исполнительство», «Художественное чтение», «Изобразительное искусство», «Народное пение» и другие. На церемонии торжественного открытия игр побывал Антон Никонов. В Ульяновске впервые стартовали детские дельфийские игры для участников от 5 до 9 лет. Юные таланты региона поборются за звание победителей в номинациях «Инструментальное исполнительство», где представлены фортепиано, струнные, духовые и народные инструменты, художественное чтение, изобразительное искусство, народное эстрадное пение, современная хореография, театр мод, цирковое искусство и техническое творчество. А сегодня мы открываем первые детские дельфийские игры в Международный день детской книги, в день рождения знаменитого сказочника Ганса Христиана Андерсона. Именно поэтому площадкой для торжественного открытия игр выбрана Ульяновская областная библиотека для детей и юношества имени Аксакова. В ней располагается культурный центр детского чтения. В номинации «Художественное чтение» участвуют очень артистичные и раскрепощенные дети. Среди участников фольклорного пения не менее сильные музыканты. Аня Курамшина – участник номинации «Народное сольное пение». Пироги, пироги, пышные, вкусные. Пироги, пироги с мясом, с капустами. Большое число участников представлено также в номинации «Изобразительное искусство». Это в основном дети дошкольного возраста. Рисовал вот красками, карандашом и масляной пастелью. А вообще нравится рисовать тебе? Да. Много у тебя уже рисунков? Ну, да. Что еще есть? Какие работы? У меня есть цветы, шарики, снеговики, осьминожки, рыбки. Педагог Арсений Елена Светина говорит о юном живописце с теплотой и отмечает его светлое видение в рисунках. У меня вот Арсений Чехмалин рисовал курочку-рябу. Очень эмоциональная работа. Вообще ребенок очень такой незакомплексованный, очень открытый. И вот у него все работы на масленицу, на другие темы он рисует очень эмоционально, очень интересно. За Арсением не отстает и его коллега по цеху Маша Иванова. Йоная участница творческих испытаний представила на соцжюри картину «Зайчья избушка». Сначала я раскрашивала все, потом сначала масляной пастелью, а потом уже акварельными красками. Среди участников есть творческие личности, которые пока еще ищут себя в искусстве. Кира Костяева занимается в Ульяновской дышею номер 7, где круг ее интересов довольно обширен. На играх она пробует свои силы в качестве чтеца. Я занимаюсь сольфеджио, хор театральное, еще фортепиано. Что больше всего нравится вот из перечисленного? Фортепиано. Что играешь по фортепиано, какие пьески? Брамс, Моцарта и Вальс. По итогам конкурсных испытаний жюри, в состав которого входят известные деятели культуры региона, определит обладателя гран-при победителей и лауреатов. Напомню, молодежное дельфийское движение в нашей стране началось с 1999 года. Состязания в искусстве на территории Ульяновской области проводят с 2009 года. В них принимает участие творческая молодежь с 10 до 25 лет. С нынешнего года впервые стартовала детская лига талантов. Антон Никонов, Александр Кудряшов, Уллправда ТВ. Согласно прогнозу синоптиков, завтра в Ульяновске ожидается переменная облачность, местами возможен дождь. Днем столбик термометра достигнет плюс 5 градусов, ветер южный 8 метров в секунду. И это все новости на сегодня. Смотрите итоги дня по будням в 18.30, 20.30 и 23.00, а также на нашем сайте. Хороших выходных! Субтитры создавал DimaTorzok